Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк присоединяется к нашему эфиру. Михаил Михайлович, рад приветствовать. Да, добрый вечер. Михаил Михайлович, только что рассказали нашим зрителям о фейках, которые создает российская пропаганда. И, судя по всему, масштабы этих фейков не имеют пределов. Тем не менее, можно разделить их на такие локальные фейки, на глобальные фейки. Ну, например, та информация, которую разгоняют пропагандисты, о широкой поддержке, оказываемой другими государствами России. Как на самом деле обстоят дела? Помогите, пожалуйста, разобраться. Кто сегодня является открытым союзником Российской Федерации? Или даже скрытым союзником? У России на самом деле нету союзников. В открытую Россию поддерживают только максимально брутальные и неперспективные режимы, такие как иранский или северокорейский. Есть страны, которые ресурсно несостоятельны, но которые, тем не менее, пытаются оказать какую-то моральную поддержку. Это такие, как Эритрея или Мозамбик, которые периодически голосуют результативные какие-то декларации на тех или иных международных площадках. Есть отдельные компании разных стран, отдельные, еще раз подчеркиваю, компании, которые иногда пытались позволить России обойти санкции, но сейчас с этим очень строго, с учетом того, что мир максимально не заинтересован в том, чтобы Россия имела возможности обходить санкционные процедуры как таковые. И, соответственно, вы знаете, когда Россия что-то говорит, так вот Россию никто не поддерживает. Это феноменальный результат. Россия и так, в принципе, в последние годы, особенно после 2014 года, выглядела как страна, не имеющая солидных друзей. Да, есть страны, глобальные страны в том числе, которые заинтересованы в получении от России демпинговых ресурсов, это очевидно, или заинтересованы в получении от России каких-то еще преференций. Но, тем не менее, стратегического партнерства, а особенно дружбы как таковой, у России ни с кем нет. Почему? Объясню. Здесь несколько факторов. Во-первых, это невыгодно, опять же, подчеркиваю, в среднесрочной перспективе, да и в короткосрочной уже невыгодно, потому что, в принципе, репутационные потери, которые несет Россия, они будут переложены на репутацию стран, которые так или иначе публично заявят о своей поддержке, а страны сегодня репутацией дорожат, потому что это облегчает доступ к финансовым, технологическим и другим рынкам, глобальным рынкам. Вторая составляющая. Исторически вот этот режим политический, который есть в России, не пробудет долго, и это уже даже те страны, которые занимали, мягко говоря, выраженную нейтральную позицию, понимают хорошо, ну, очевидно, и так далее. Третья составляющая, очень важная составляющая. Россия не умеет быть равноправным партнером. Россия всегда в любых двухсторонних отношениях хочет доминировать, подавлять своего партнера. То есть, грубо говоря, постепенно переходить от роли равных партнеров, переходить к роли, скажем так, старшего партнера, который указывает, ультимативно указывает, что нужно делать, что не нужно делать, куда двигаться, как рассчитываться за те или иные там пары и так далее. Хороший пример — это союзное государство с Республикой Беларусь. Ну или еще более хороший пример — это поведение России в рамках так называемого СНГ или рамках так называемого ОДКБ. До момента полномасштабного вторжения Россия в этих организациях вела себя вызывающе как хозяин, который имеет марионеточные правительства в других странах, которые обязаны просто исполнять волю Российской Федерации. То есть, имея страну, смотрите, имея страну технологически отсталую, имея страну, которая постоянно ведет себя агрессивно, имея страну, которая хамски ведет по отношению к тем или иным партнерам даже, которая все время пытается обмануть, которая агрессивно высказывает свою позицию, и которая на внешних глобальных рынках воспринимается крайне негативно, репутационно. Но это очень странно, чтобы с такой страной иметь отношение. Поэтому сегодня... А, кстати, сегодня было решение России о том, что оно в список недружественных стран вносит и Венгрию. Это феноменально, конечно. То есть, венгерское правительство долгое время так или иначе блокировало в Европе единую европейскую антироссийскую позицию в связи с войной в Украине. Но, тем не менее, даже Венгрия заслужила быть в списке недружественных стран для России. Так вот, с Россией бессмысленно иметь те или иные отношения. И знаете, чем сейчас пользуются другие страны? Они, конечно, делают вид... Те страны, которые более, скажем так, хитрые в некотором роде, они делают вид, что у них есть какие-то отношения с Россией для того, чтобы с Россией, пользуясь ее слабостью, получить те или иные ресурсы. Михаил Михайлович, я обязан уточнить. Среди этих стран есть Китай? Какова роль сейчас Китая в этой сложной системе международных взаимоотношений? Китай гораздо более глобален и стратегичен, нежели Россия. Китай сейчас претендует на другой уровень политической роли, которую он хочет играть, потому что у него была глобальная экономическая роль. Сейчас он хочет играть глобальную политическую. Китай прекрасно понимает, что Россия потеряла эту роль. То есть за большим столом, за глобальным столом России как субъекта больше нету, а место вакантно, потому что Китай считает, что мир должен быть действительно многополярен, где Китай будет тоже определять те или иные правила, общие правила поведения. Соответственно, Китай увидел Россию, которая внутренне не имеет сильного государственного каркаса. То есть каркас, который долгое время считался мощным в России, это на самом деле достаточно такой классический потемкинский каркас. То есть он замаскирован, но внутри сильной вертикали власти, сильной конструкции, которая может быть многолетней, нет. И Китай, соответственно, хочет воспользоваться этим окном возможностей, чтобы перебрать на себя роль глобального политического игрока, оставить на третьих, четвертых или даже пятых ролях Россию, Россию оставить как ресурсную страну, интересную Китаю, именно с этой точки зрения, с точки зрения большой территории, большого объема ресурсов, дешевых ресурсов для Китая, по крайней мере, и дешевой рабочей силы для Китая. И, соответственно, Китай на Россию смотрит исключительно как на территорию, которой можно будет воспользоваться. Не более, но и не менее того. Изменение позиции Китая произошло после заявления Путина о размещении ядерного вооружения на территории Беларуси? Мне кажется, что изменение позиции Китая начиналось после первого триместра войны. То есть Китай увидел, на самом деле, несостоятельность всего того, что Россия накануне войны Китаю рассказывала, ну, о своей способности, военной способности контролировать восточную Европу, подчеркну, не просто Украину, а восточную Европу. То есть, грубо говоря, Россия ведь говорила о том, что она легко поставит на колени Украину, а через постановку на колени Украину, это наши партнеры европейские тоже должны понимать, Россия Китаю объясняла, что сможет тотально контролировать Европу в целом, особенно восточную ее часть. Ну, то есть, грубо говоря, доминировать во внутриевропейской политической повестке. Через разные технологии. Во-первых, напугав Европу, системно напугав Европу большой масштабной войной в Украине, максимально жестко захватив страну. Второе, за счет жесткого модерирования внутренних сырьевых рынков в Европе. Мы помним, да, Россия там долгое время выстраивала монополии, распределительные монополии газовые и нефтяные. Третье, за счет того, что Россия предполагала активно инвестировать деньги в радикальные политические течения в европейских странах, якобы пользуясь слабостью политических элит Европы, ну и, соответственно, доминировать в этих элитах, то есть агрессивно и брутально себя вести. Четвертая составляющая, организовать вход на территорию европейских стран тех или иных ячеек террористических с других регионов и, соответственно, устроить там небольшие, скажем так, провокативные действия террористического или политубийственного плана. Вот это все Россия рассказывала, презентуя план входа и контроля в Европу. Но Китай увидел в течение первых трех месяцев войны, что Россия, во-первых, несостоятельна, ну, с точки зрения военных технологий, Россия несостоятельна с точки зрения планирования, Россия не смогла разрушить единство Европы, и сейчас, после более чем года войны, это очевидно. И Россия сегодня воюет количественно, что, конечно, вызывает у всех... Да, это тяжело для Украины, потому что мы непосредственно принимаем участие в этой войне, защищаем свою территорию. Но, тем не менее, качество и способ войны, который предлагает миру Россия, вызывают у того же Китая ироничную ухмылку. Поэтому, смотрите, собственно, качество войны, собственно, стратегия России, собственно, внутренние технологии управления в кризисной ситуации, потому что сейчас в России увеличивается количество эксцессов, которые демонстрируют неспособность в таких кризисных условиях управлять Россией как таковой. То есть на глазах у Китая сцепится силовое государство, которое долгое время было образцовым. Китай считал, что Россия действительно через силовые вертикали тотально контролирует собственное общество. Плюс, действительно, визит Си Цзиньпиня в Москву, который обнажил несостоятельность российской политической элиты и ее неготовность адекватно смотреть на окружающий мир. Ну и, конечно же, заявления субъекта Путина, которые последовали через два дня после окончания визита китайского лидера в Россию, и которые абсолютно точно противоречили тому, о чем они договаривались и что они обсуждали. Окей, великое множество по-украински, да, силосыленно, всех объективных факторов, которые указывают на то, что с Россией дружить не приходится, они несостоятельны и так далее. А Лукашенко, например, это понимает, самопровозглашенный президент Беларуси. Ощущение, что он никаких решений самостоятельно не принимает, но активно делает вид, что принимает самостоятельные решения. К сожалению, для господина Лукашенко, безусловно, он находится в тяжелейшей ситуации. Субъектность Республики Беларусь на сегодняшний день практически утрачена с учетом тех заявлений и действий, которые делает Российская Федерация. Во-первых, они тотально используют и воздушное пространство, и инфраструктуру, в том числе полигонную инфраструктуру Беларуси в своих целях, абсолютно не заморачиваясь тем, как репутационно это выглядит для внешнего мира с точки зрения Беларуси. Они абсолютно точно используют ресурсную базу. Беларусь имеется в виду не только нефтяную, топливную, имеется в виду и мозорский нефтеперерабаточный флот, но также и расконсервированную технику. Они абсолютно точно, не согласовываясь с Беларусью, насколько мы понимаем, говорят о необходимости размещения там хранилища тактического ядерного оружия. И, соответственно, абсолютно точно есть прямая объемная многолетняя зависимость Беларуси от Российской Федерации с точки зрения экономики, как рынков сбыта и финансовых рынков, где Беларусь получает либо заимствования прямые, либо донорские деньги и так далее. То есть Беларусь действительно тотально зависима от России. Но это был осознанный выбор Беларуси. Беларусь не хотела двигаться в европейском направлении, в свободническом направлении, а выбрала для себя дорогу, максимально жесткую дорогу в привязке к Российской Федерации. И, на мой взгляд, сегодня, опять же, к сожалению для самого Лукашенко, он выглядит скорее как вип-агитатор, вип-агитатор дивных идей Путина, нежели самостоятельный субъект политического процесса даже в рамках Восточной Европы. На завтра запланировано обращение Лукашенко к нации. Как считаете, а возможно, знаете наверняка, о чем будет говорить самопровозглашенный президент республики? А президент, ну или как вы его называете, самопровозглашенный президент республики Беларусь будет говорить об одних и тех же вещах. Он предсказуем точно так же, как Путин. Он будет говорить о том, что мы сильны как никогда, мы едины с Россией как никогда, мы братья славяне, мы всех победим, против нас воюет ужасный капитализм НАТО, оскал которого мы видим на своих экранах. Соответственно, мы, конечно же, знаем, что Украина собиралась в четырех направлений обязательно одновременно напасть на Беларусь и на Россию. Ну, несомненно, Украине же это нужно было, с учетом количества оружия, которое было вокруг наших границ. И так далее. То есть, и соответственно, что мы с Россией будем до конца в этой войне за справедливый мир, как они говорят. То есть справедливый мир, по мнению и Лукашенко, и Путина, это возможность заходить на другие территории, на суверенные территории других государств и массово вырезать там гражданское население. То есть в этом и Путин, и Лукашенко абсолютно предсказуемы. Аргументов у них нету, потому что оба этих субъекта, политических субъекта, выпали из объективной оценки существующей реальности. И причинно-следственные связи для них не являются очевидными. И, соответственно, с ними вести те или иные переговоры, с точки зрения, что делать, как делать, почему вы правы или почему вы не правы, невозможно. У Лукашенко есть шанс спасти свою собственную шкуру или хотя бы изменить позицию? Как вы считаете? На каком этапе это может произойти? Мне кажется, что более хитрого на постсоветском пространстве политика нет, чем Александр Григорьевич. Мне кажется, что в момент того, как будет финализироваться правильно эта война, и Россия будет одерживать еще ряд тактических поражений, обуславливающих падение и собственно армейской вертикали, и собственно политико-силовой вертикали в России, он достаточно внятно выйдет и расскажет о том, как на самом деле его принуждали участвовать в этой войне, и что он в этой войне непосредственно действительно не участвовал. И, соответственно, он, наверное, попытается вот в этот момент, в момент краха российской государственности, еще раз подчеркиваю, в таком виде Российская Федерация существовать не будет. Это объективный уже исторический процесс. После года войны, еще раз подчеркиваю, тяжелой, тяжеленной войны для нас, и она продолжается. То есть мы платим высокую цену, к сожалению, и продолжаем ее платить, но тем не менее исторический процесс объективен, и он, несомненно, приведет к обрушению этой российской концепции государственности. А эта концепция предполагает экспансионизм, давление, нападки на другие страны. Ну, то есть, грубо говоря, этот концепт государственности не предполагает вложение денег в собственный комфорт, а только в агрессию на внешних рынках. Вот эта государственность закончится, и вот в момент начала краха этой государственности Лукашенко сделает очевидно правдивые, с его точки зрения, оправдывающие его заявления, так или иначе, отмежевывающие Республику Беларусь от Российской Федерации. И мне кажется, в этот момент прозвучит похоронный звонок по так называемому союзному государству. А венгерские власти тоже ждут начала краха российской государственности? Здесь более сложный вопрос. Мне кажется, что мало кто ждет из заявленных вами стран краха. Вернее, эти страны не ожидали, что крах действительно будет столь очевиден и столь в историческом смысле коротким по времени. То есть все все-таки думали, что Россия будет иметь эту государственность еще десятилетия, будет транзитивная передача власти в рамках путинской элиты, в рамках ближайшего путинского окружения. Они дальше будут себя вести агрессивно. Вот эти страны, которые так или иначе занимают пророссийскую позицию до сих пор, будут играть роль сателлитов, получающие за эти определенные по сниженным ценам довольствие от России и так далее. И, соответственно, эти страны сейчас находятся в состоянии такого шокового состояния. Потому что они прекрасно понимают, что России с ее репутацией вчерашней страны-монстров больше уже нет. Что Россия еще сопротивляется с точки зрения, опять же, реактивного истреческого процесса. И какое-то время у нее еще, конечно же, есть. Но они не понимают, как выйти из той ловушки, уловки 22, в которую они сами себя загнали. То есть какое бы решение не приняли они сегодня, они либо получат конфликтность прямую с Россией. Потому что, как мы видим на примере Армении, которая достаточно жесткую позицию уже занимает, понимая негативы, идущие от России. Потому что Россия всегда Армению обманывала. Россия гарантировала определенную безопасность. Но, естественно, никогда не была озабочена безопасностью той же Армении. А всегда наоборот. Сейчас Армения это понимает. Россия именно провоцировала внутреннюю региональную нестабильность для того, чтобы задешево контролировать и Армению, и даже Азербайджан частично. И так далее. То есть Россия именно это всегда делает. Армения сейчас это понимает. Так вот, эти страны долгое время были зависимы от России. И, соответственно, они не понимают. Если они сейчас выйдут из этой зависимости, то, наверное, Россия, если мы говорим о Венгрии, может какой-то компромат где-то зачитать. Он может примитивным. Но, тем не менее, может избавить правительство той же Венгрии от каких-то прямых или косвенных дивидендов, которые они получают от экономических взаимоотношений с Российской Федерацией и так далее. Но, тем не менее, вот всем правительствам, которые так или иначе поддерживают Россию, необходимо осознать, что если они хотят после краха России оставаться в большом проценте электоральной поддержки, им нужно точно понять, что Россия – это не союзник и не партнер. И нужно начинать, как минимум, дистанцироваться. Возможно, не через публичные заявления, но, по крайней мере, не проявлять, вот так как та же Венгрия, правительство Венгрии и, собственно, господин Норман, не проявлять настолько безудержную пророссийскую позицию. Особенно, если это касается общеевропейских решений. Вот тут для Венгрии очень важно. Есть общеевропейские решения. Они абсолютно четко фиксируют позицию поддержки Украины во всех видах. Не только Украины, но и демократических ценностей как таковых. Вот Венгрии желательно было бы постепенно увеличивать объем поддержки общеевропейских решений в пользу Украины. За 400 дней с момента начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила союзные отношения с другими государствами. Что, тем не менее, не мешает, например, пресс-секретарю, президенту Российской Федерации Пескову заявлять следующее. Гибридная война вражеских стран против Российской Федерации, это я цитирую, продлится долго, поэтому россиянам надо объединиться вокруг Владимира Путина. Ну, по сути, как и все заявления, или практически все заявления российских пропагандистов, нужно воспринимать их в зеркальном отражении. То есть, скорее всего, Россия хочет или планирует продолжать гибридную войну, и не только гибридную войну, еще в течение длительного времени. А за чей счет она планирует это делать? Как вы считаете, Михаил Михайлович? У России ресурсы для того, чтобы продолжать традиционную для себя концепцию гибридной войны, оскорблять другие страны, вести себя вызывающим в международных институциях, отказываться от исполнения тех или иных нормативных, международных нормативных актов, или даже международного права в целом, время это заканчивается. России никто не позволит себя вести так вызывающе, как, к сожалению, было позволено вести России, начиная с Мюнхенской конференции 2007 года. Россия не имеет ресурса для того, чтобы, как заявил тот же Песков, долгое время находиться в окружении враждебных стран. Конечно же нет, Россия — это маленькая экономика, чрезвычайно никчемная экономика сырьевого типа, которая всегда зависима, еще раз подчеркиваю, в полном объеме зависима от внешних заимствований, от внешних кредитных ресурсов, от финансовых внешних рынков, и, главное, от технологического развития других стран. Россия давно является отсталой в технологическом плане страной. И, соответственно, жить в окружении они, конечно, могут, в принципе, превращаясь постепенно в расширенную версию Северной Кореи. Да, такой сценарий возможен. И, возможно, такой сценарий будет неплох, но при двух условиях. Первое — обязательная изоляция тотальная, то есть Россия не должна быть, ее представители не должны будут получать возможность путешествовать по миру. И это очень важно. Но, скорее всего, если такую концепцию они сами изберут, то они сами закроют свою страну от внешних рынков, как было в Советском Союзе. Но важна вторая составляющая, чрезвычайно важная. На мой взгляд, это принципиальный вопрос, который надо начинать обсуждать. Не может Россия в таком состоянии, будучи, я имею в таком низком интеллектуальном состоянии, в котором она находится, не может единолично контролировать собственный ядерный арсенал. Это неадекватно будет по отношению к глобальной ядерной безопасности. Мы сегодня видим их заявление о ядерных принципах, о том, что они готовы будут разместить ядерное оружие, что они готовы его применить, если Крым кто-то будет возвращать себе и так далее. Так вот, чтобы от этого мир избавить, Россию нужно будет избавить от монопольного контроля над собственным ядерным арсеналом. Вот при этом условии, безусловно, Россия может там находиться сколько угодно долго в состоянии постепенного загнивания. То есть цивилизационно тот путь, который выбрала Россия, мог существовать только в одном случае. Если бы их экспансионизм был реализован, то есть, грубо говоря, если бы они сначала уничтожили, например, Украину, то есть взяли под контроль ее, какое-то время накапливали ресурсы, модернизировали свою армию, носили апдейты с учетом того опыта войны, который бы они имели. После этого они бы захватили, например, условно говоря, Казахстан или, например, Молдову, или попытались провоцировать там Польшу, страны Балтии и так далее. Это был бы единственный способ существования России, дальнейшего существования в том виде государственной концепции, которую они приняли как базовую. В связи с тем, что они проигрывают войну и выглядят никчемно, еще раз подчеркиваю, даже с военной точки зрения, безусловно, этот концепт им не подойдет дальше, потому что продолжать говорить «бойтесь нашей Искандеры, мы вас всех уничтожим» Россия не сможет, это бессмысленно, потому что будут с иронией смотреть на то, что говорит Россия. Тогда у них есть другой концепт, какой? Развиваться внутренне, вкладывать деньги в собственный комфорт, в собственное технологическое развитие. Это невозможно по определению. Россия является страной воровского типа, это страна-колония, которая может развиваться только в трудовых лагерях, только в шарашках. И, соответственно, вкладывать в себя, в развитие, в технологии она не будет. И им остается классический российский воровской путь. Построить внутренний изоляционный лагерь, в котором будет крайне низкий уровень жизни, коллективистская идеология как таковая и люди-рабы. Вот это единственный способ существования России. Поэтому, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы эта страна выглядела именно так. Я имею в виду, потому что это естественный исторический путь Российской Федерации. Но, тем не менее, еще раз подчеркиваю, важно, важно обеспечить контроль над ядерным арсеналом России. О российской агрессии и борьбе с ней много поговорили с вами, Михаил Михайлович. Поэтому сейчас предлагаю перейти на тему Украины. Куда более близкая и приятная тема, согласитесь. Как вы считаете, какова доля или роль политической составляющей в той масштабной поддержке, которую сегодня страны Запада оказывают нашему государству? Даже немного перефразирую. Какова вероятность, что определенные политические события в государствах, играющих решающую роль в предоставлении нам необходимой поддержки финансовой и поддержки вооружением, может привести к кардинальным изменениям в той самой поддержке? Сейчас о Соединенных Штатах, например. Я не вижу ни признаков этого, ни потребности в этом, ни возможности ситуации развиваться таким образом. Объясню почему. Смотрите, наши партнеры, и включая Соединенные Штаты, безусловно, официально и неофициально публично зафиксировали свою позицию. Россия должна проиграть. Это очень важно. Это важно для демократии как концепции, единственной конкурентной концепции существования человеческой цивилизации. Это важно для гуманистических ценностей, которые сегодня доминируют, по крайней мере, в той развитой части глобального мира. И, соответственно, безусловно, заявившись так, безусловно, увидев тот объем нарушений провокативного толка Российской Федерации, она не просто убивает людей, она демонстративно попирает все основные базовые законы, которые так или иначе регулируют межгосударственные отношения в мире. Имеется в виду и международное право, и международное гуманитарное право, и международное военное право. Соответственно, непроигрыш России будет означать, что этих правил больше нет. Это первое. Второе. И, соответственно, другие страны могут, опять же, вести себя гораздо более агрессивно, провоцировать, могут не отвечать за последствия своих агрессивных действий и не будут за них отвечать. Это очень важно. Это сломает полностью безопасность глобальную, и мы получим множественность распространяющихся конфликтов на разных территориях. Сомневаюсь, что страны, включая Соединенные Штаты, готовы к этому развитию политического процесса в мире. Вторая составляющая, безусловно, которая будет продемонстрирована, если Россия не проиграет после всех заявлений, подчеркиваю, не только Украины, но и стран-партнеров Евросоюза, Соединенных Штатов, Великобритании и так далее. Это значит, что демократия гораздо слабее любого авторитарного типа управления как такового. Сомневаюсь, что страны демократического лагеря готовы признать, что репутационно демократия гораздо слабее и неперспективна с точки зрения доминантной формы в той или иной стране. Ну, нет смысла обнулять демократию как концепцию. Третья составляющая. На сегодняшний день, безусловно, Украине помогает большое количество стран. Они включают военно-промышленные предприятия, они передают нам те или иные виды оружия, которое, кстати, доказало гораздо большую эффективность по сравнению со старыми советскими модернизированными видами оружия, которые применяет Россия, называя это российским оружием и так далее. То есть, грубо говоря, показать, что вот этот коллективный Запад как таковой, помогающий нам оружием, не в состоянии передавить в количественном плане оружие советского типа, находящееся у России, это будет странно и разрушительно. Опять же, для военных комплексов этих стран, то есть, грубо говоря, большому количеству, двум третям земного шара, которые заняли нейтральную позицию, ну или просто стоят вне этого конфликта, будет показано, что западное оружие гораздо менее эффективно и западные военные производства менее деятельны, нежели старые советские производства, модернизированные в России. То есть, это невыгодно с рыночной точки зрения. С финансовой точки зрения, безусловно, экономика глобальная страдает сегодня, но она будет гораздо больше страдать, если будет доминировать российская концепция агрессивной внешней политики как таковой. Честно говоря, обнулять те экономические отношения, в основе которых тот же доллар лежит за счет поражения Советскому Союзу, извините, России, но это было бы странно для экономик западных стран, безусловно, на мой взгляд. Ну и, наконец, важнейший параметр. Если Россия не проигрывает, а мы фиксируем какую-то линию разделения, то вот это финансирование террористических ячеек по всему миру будет существенно увеличено, потому что Россия, а не только Россия, а примкнувшие в ней агрессивные страны другого толка, посчитают возможным через терроризм как таковой или глобальные политические убийства переформатировать глобальное политическое пространство. Мне кажется, эти причины очевидны, и поэтому, исходя, конечно же, из того, что я понимаю приоритетность внутренних политик для тех или иных стран, включая Соединенные Штаты, важно понимать, что эта война означает для современного глобального миропорядка и каким последствиям приведет неправильная финализация этой войны. И мне кажется, что наши партнеры абсолютно идеально все это понимают, и поэтому не жду никаких изменений в политике максимально близкой поддержки Украины. И еще одна тема, Михаил Михайлович. Если позволите, события в Киево-Печерской лавре, которые сегодня российские пропагандисты активно разгоняют, обвиняя украинские власти в притеснениях и гонениях религиозных деятелей. Как вы считаете, достаточно ли ресурсы были брошены на освещение этой темы для западных государств? Ну, достаточно ли правды сегодня звучит относительно того, что происходит с представителями Московского патриархата в Киево-Печерской лавре? Стараемся, чтобы правда звучала в полном объеме на разных площадках. Но тут очень важно другое, контекст, на фоне которого это происходит. А это происходит на фоне тотальной войны геноцидного типа России против Украины. И естественно, как бы юридически не маскировали в течение длительного времени, особенно после 2014 года, УПЦ в любом случае и наши партнеры, и мы с вами прекрасно понимаем, что это является идеологически, если не юридически, то идеологически филиалом Русской Православной Церкви. Вы знаете, вот эти события вокруг УПЦ в Украине, они в принципе переформатируют и глобальное православие, мировое православие, о чем, кстати, Вселенский Патриарх Варфоломей к моему большому удовольствию прямо заявил. Он читает, что одним из адептов и одним из организаторов войны в Украине геноцидного типа, еще раз подчеркиваю, я не зря говорю слово геноцидного, потому что ордер МКС зафиксировал именно геноцидный характер этой войны уже. Так вот, одним из адептов и автора войны является РПЦ, и это заявление Вселенского Патриарха. А, соответственно, РПЦ долгое время искажало в МИКС, в мировом православии ту ситуацию, которая происходила в течение 30 лет в Украине. РПЦ постоянно настаивала, что есть какая-то каноническая церковь, которая на самом деле имеет отношение только к России и которая имеет право доминировать в Украине. Более того, РПЦ долгое время пыталась расколоть всемирное православие, создать там несколько других центров притяжения, убрать возможность Вселенского Патриарха влиять действительно как модератора на глобальное православие. Сейчас все это заканчивается. Эпоха тотального шантажного типа, агрессивного типа поведения тех или иных инструментов российского экспансионизма, а РПЦ несомненно является инструментом российского экспансионизма, заканчивается. И поэтому, безусловно, и наши партнеры понимают, что мы идем абсолютно юридически корректным путем. У нас есть каноническая, поместная, единая церковь Украины, которая юридически, идеологически, ментально, культурно привязана к Украине. Это ПЦУ. Это первое. Второе. У наших партнеров есть абсолютно точное понимание. И сегодня, вчера, позавчера было зафиксировано, когда собственно шли юридические процедуры в Киево-Печерской лавре, было зафиксировано поведение и священнослужителей, имеющих отношение к УПЦ, которые высказывали внутри страны, высказывали абсолютно абсурдные пророссийские тезисы. И тогда это все зафиксировано. На всех площадках мы это тоже фиксируем. Но, тем не менее, наше государство абсолютно демократично и толерантно. Мы идем исключительно по юридическим процедурам. Есть право государственной собственности на Киево-Печерскую лавру. И, безусловно, Министерство культуры вправе самостоятельно решать, хочет ли оно продолжать аренду с институцией, которая представляет угрозу национальной безопасности. Я уже даже не говорю национально-религиозной безопасности. Я в целом говорю про безопасность, потому что следственные органы, следственные следователи СБУ неоднократно устанавливали наличие компрометирующих факторов по отношению к тем или иным священнослужителям УПЦ. Поэтому мне кажется, что этот процесс объективен. Этот процесс понятен нашим партнерам. Этот процесс не имеет никакого отношения к свободе совести или к свободе слова как таковой. И этот процесс в любом случае приведет к правильной конструкции украинского государства. В Украине не может находиться инструменты давления, которые периодически использует Российская Федерация для создания раскола внутри Украины. А какой статус, как вы считаете, будет у УПЦ МП в Украине? Ну, этот вопрос, наверное, все-таки будут решать соответствующие органы и методы государственной власти и народные депутаты. Во-первых. Во-вторых, мне кажется, что это вопрос личного выбора прихожан, которые должны понять, что обрядовые институты в Украине есть. Они позволяют абсолютно точно выполнять те обряды, к которым они привыкли. И мне кажется, что многие священники, соответственно, примут для себя очевидную, важную вещь. Есть юрисдикция Украины. Есть юрисдикция Украины на территории Украины. Других юрисдикций на территории Украины не будет. Конфессий одного типа на территории Украины быть не может, которые являются одновременно двумя одинаковыми церквями. Потому что это вносит в общество дисбаланс, ощущение некой идеологической шизофрении. Мне кажется, для Украины сейчас, которая абсолютно точно будет выглядеть как государство, как государство, которое будет иметь другой социальный договор с обществом, важно правильно структурировать все. В Украине должна быть единая церковь, украинская церковь. В Украине должен быть один язык государственный, украинский. В Украине должна быть своя абсолютно историческая память. В Украине должна быть своя культурная диспозиция. И все остальное производное от этого в Украине должно быть своим. Здесь не может дальше существовать российский политический процесс, российский информационный процесс, российский религиозный компонент, российский военный компонент и, главное, российский идеологический компонент. Все это должно быть убрано с территории Украины в связи с конкретной войной, которую Россия ведет против Украины, убивая массово граждан Украины. Делает это умышленно. Ни одной другой цели, кроме уничтожения украинского государства перед российской армией, российским обществом и российской политико-силовой вертикалью не стоит. Они об этом прямо сейчас говорят. Мы пришли в Украину максимально убивать украинцев, которые лояльны к собственному государству. Надо все это фиксировать и ставить на этом точку. Именно поэтому борьба с российской оккупацией продолжается и продолжается сразу на всех фронтах. Михаил Михайлович, большое спасибо за участие в эфире и спасибо за то, что разъяснили ситуацию по многим вопросам. Михаил Подоляк, советник глава офиса президента, был с нами на прямой связи.